Чё ты этим занимаешься-то вообще? Есть столько нормальных работ. В 10-м классе случилось страшное. Перестал ходить в тренажерный зал. Из-за профиматики. Это вот прямо то, что нельзя улучшить. Раньше было хуже. Это вообще-то человек, который может это придумать. Ну, нормально. Если вы надеетесь получить PlayStation 5 после этого видео, вот этот момент маме лучше не показывать. Добрый день, дорогие друзья. С вами профиматика и Влад Вуль. А я Игорь Волос. Да. И сегодня, собственно, подкаст, который я давно очень хотел записать. И сегодня мы будем говорить про Влада. Влад появился в профиматике с лета. И, ну, сейчас, кажется, уже невозможно представить профиматику без Влада. Он настолько гармонично вписался, что вот он гармонично вписался. И поэтому, собственно, видео какие-то про меня на YouTube можно найти. А вот про Влада пока нет. И мы это исправляем. Так что, Влад, сегодня мы будем говорить о тебе. Крутие. Давай поговорим. Ты готов, Влад, говорить о себе? Придется. Да. И, собственно, на самом деле вопросы мы тоже подготовили живые. Мы просто в чате нашего курса Кровь-Пот и 90+, задали вопросы. А, собственно, что, ребята, вы хотите узнать про вашего преподавателя? И вопросов много. Я наскринил 6 экранов. Ну, и, собственно, по этим вопросам мы и пойдем. Часа на полтора. Минимум. Так что, Влад, мы, кажется, готовы начинать. Ну, давай. Ну, наверное, самый естественный вопрос, который можно задать преподавателю математики, это что ты этим занимаешься вообще? Есть столько нормальных работ. Чего, блин? Вот. А ты выбрал математику преподавать. И вот как так случилось? Как вот люди, которые могли бы быть классными, я не знаю, кем. Ну, кем-нибудь классным. Кем я мог быть классным? Ну, сам подумай. Я думаю, Влад, ты был бы классным, чем бы ты ни занимался. Честно, готов даже, в общем, на это деньги ставить. Но вот мы имеем то, что имеем. Ты преподавишь математику. И вот как так случилось? Ну, наверное, вопрос, скорее, более широкий. Почему вообще математика, да? Ну, то есть, так-то, в принципе, наверное, математика мне всегда нравилась. В школе, ну, я всегда любил какие-то интересные задачки на логику, какие-то всегда старался нестандартные решения придумывать. Ну, то есть, там, мне что-то показывали, как нужно решить, и они, извините, я сам разберусь. Да, вот. Как лучше сам придумаю, вот. Ну, то есть, просто нравилось находить какие-то красивые закономерности интересные. Вот. Ну, я вообще, в принципе, думал со школы, что я буду заниматься математикой. Вообще, я думал, что в науку пойду. Вот. Ну, то есть, там, условно, 10-11 класс я очень, очень усердно ботал, вот. До этого я не ботал почти ничего. Ну, то есть, я, там, до 9 класса включить, наверное, можно сказать, что я раздолбайничал. Ну, в плане того, что, там, мне было интересно, я делал, там, мне было неинтересно, я не делал, там, мог в приставку поиграть, мог на улице погулять, мячик попинать. Вот, ну, короче, вот. А в 10-м, в 10-м классе случилось страшное. Теревка сломалась. Нет, я завалил, ну, понимаешь, я завалил городскую олимпиаду по математике. Я думаю, как? Как? Ну, в смысле, я не стал призером у себя в маленьком городе Мытища, вот. И меня что-то это прямо задело, вот. И я решил, что надо ботать. Вот. И я-то себя от таких потрясений не обезопасил, я на них просто не ходил. Ну, то есть, до этого это как-то получалось между делом само собой, вот. Ну, то есть, я нецеленаправленно каких-то очень усердных действий не делал, но старал. Ну, как бы, мне было интересно в меру того, чтобы, как бы, было время на развлечение, вот. А вот с того момента я начал прям домой приходить после школы. Первым делом не поесть, а первым делом все задачки порешать. Ну, прям, прям увлекался. Ну, и думал, что да, пойду вот в науку, но когда я перестал думать, что я пойду в науку, от науки в преподавание, наверное, это начало где-то в аспирантуре, как ни странно. То есть, я после пятого курса, я еще, ну, на пятом курсе я еще в этом, как бы, я думал, что я буду, буду наукой заниматься, да. Ну, кажется, это разумно, вот, чтобы понять, что ты не хочешь заниматься наукой, надо ей позаниматься. Ну, да, да. У меня какая-то похожая история. У меня с пятого курса начались ученики, на самом деле, но в пятом курсе, там, на пятом курсе, на первом курсе аспирантуры их было мало. Ну, там, там, 3-5 человек всего. Ну, то есть, прям, ну, нет, нет, на пятом курсе мало, да, на первом курсе аспирантуры уже побольше. Вот, но все равно это еще, я еще не понимал, что вот это вот мое, и я все, буду все время этим заниматься. Наверное, это где-то произошло уже на втором курсе аспирантуры, когда мне почему-то совсем стало скучно. Я стал понимать, что я изучаю тему, которая нахрен никому не нужна. То есть, ну, напишу я эту статью, ну, там, разберусь я в ней. Вот, а здесь, как бы, есть огромное поле интересных задач. Ну, то есть, вообще, я все время обучения в ВУЗе, я читал олимпиадные книжки по математике школьной, решал олимпиадные задачки просто в свое удовольствие. Вот, ну, то есть, я ботал, на самом деле, больше не в Ишмат, а именно вот школьный олимпиадный уровень. Вот, и тут, когда появились ученики, ну, собственно, как-то оно само пошло все в школьную программу. И, в общем, мне там интереснее. Вот Наталья спрашивает тебя. Владислав Аркадьевич, помните ли вы свой первый урок, который вы провели? Нет. Нет, на самом деле, ну, как, как, уроки, то, что я сказал, что там было по 3-5 учеников в начале, понятное дело, что ко мне обращались за помощью, там, еще со школы, там, одноклассники или из других классов, или, там, знакомые. Вот, и в первые курсы вуза, то есть, у меня там, ну, это были не стабильные занятия, а какие-то, там, ну, разок-два перед экзаменом, перед контрольным, помоги, потянутаскай меня. Вот, там, из какие-нибудь 100 рублей условия. Тебе нравилось? Знаешь, мне это не было сложно, мне это было, не могу сказать, что это мне было интересно, потому что задачи были очень простые, ну, то есть, какая-то, там, шаблонная, контрольная, ну, чуть-чуть понатаскали, и все, ну, как бы, ну, ну, нормально, вот, ну, я, я, как бы, понимал, как объяснить. Тут, понимаешь, какая история, началось еще с того, что я почти не давал списывать в школе, а я, я всегда был готов объяснить. То есть, если, если человек хочет разобраться, я без проблем, я объясню, вот, я могу дать списать, но это он себе только хуже сделает, потому что, если он спишет мое решение, оно не такое, как у всех, вот, всем будет сразу понятно, что он у меня списал, вот, поэтому, вот, то есть, ну, объяснять мне нравилось всегда, вот, но первый урок я не помню, я вообще даже не помню, наверное, кому я его давал, ну, это было, наверное, где-нибудь, там, в девятом, в десятом классе, что-нибудь такое, не знаю. Ну, кстати, интересно, ты говоришь про нестандартные решения, и как-то, ну, за тобой это до сих пор сохранилось, что ты не любишь решать задачи. Шаблонов, я не люблю шаблоны, да, то есть, надо все время что-нибудь шевелить мозгами, это интересно, но когда находишь какой-то идеальный шаблон, когда ты уже понимаешь, что это вот прямо то, что нельзя улучшить, ну, на твой взгляд, то уже надо остановиться и переходить к другим задачам, искать там какие-то нестандарты. Ну, при этом, вот, получается, аспирантура, ты понимаешь, что, ну, как-то наука не идет, и при этом, видимо, что-то с учениками происходит. Ну, профиру, ну, тогда репетитор с инфо, я в 2008 году зарегистрировался, да, это как раз первый курс аспирантуры, я зарегистрировался на репетитор с инфо, и у меня там сразу, там, за первую неделю 10 заявок одобренных, вот. Ну, я не всех взял, конечно, но в плане того, что у меня, ну, то есть, я хотел, я хотел 10 занятий в неделю иметь с учениками, и я за первую же неделю получил 10 занятий в неделю с учениками. Вот, у меня, я помню, что я примерно в тот же период, но я был, кажется, в курсе на втором, вот, и я писал просто, я лайкал всех подряд, и мне до первого ученика, у меня, я смотрел когда-то, у меня месяца два прошло. На каком, на каком курсе ты был? На втором, а нет, а я уже, на третьем. А у меня уже диплом был, я был аспирант, и это уже, как-то, видимо, более значительно. Вера, я взял, в любом случае. Ну, и дальше, и там, видимо, начинается период с профиру, и период, не знаю, когда, по крайней мере, я про тебя узнал, ну, это форум, и вот, Влад был человеком на форуме профиру, кто выкладывал много разных решений, и я периодически смотрел на них, там, какая-то задача Сома, которую ты не можешь решить, а Влад выкладывает, а я покажу там красивое решение с помощью поворота, и ты думаешь, что это вообще-то человек, который может это придумать, вот, и вот, и все. Ну, что, решение красивое, тебя слегка демотивирует, ну, вот, ну, а что, видимо, было дальше, было профиру, в какой-то момент, я так понимаю, что там хочется чего-то еще? Ну, это мы тогда перескочим слишком, очень большой пласт времени. Видимо, не надо большой пласт времени перескакивать, давай по маленьким пластам скакать. Ну, что, условно, с 2008 по 2015 год я, ну, как бы, просто занимался с учениками, там, тет-а-тет или в парах, вот, первые, сколько, три-четыре, четыре года, наверное, первые я, даже, может быть, пять, ездил сам по ученикам, вот, ну, когда какой-то уровень анкеты стал в первых рядах, количество желающих со мной заниматься было гораздо больше, чем я мог принять, и тогда уже я стал заниматься только у себя, вот, что логично. А в 2016 году у меня начали происходить занятия в форме вебинаров, вот, я, честно говоря, я пытаюсь вспомнить, а, от профи.ру, по-моему, да, началось какой-то весенний на три месяца курс, ну, профи.ру, по-моему, решила провести какой-то эксперимент, и нескольким преподавателям по основным предметам, там, общество знания, русский, вот, математика, предложили, а давайте мы для вас наберем группы, и вы там попробуете вести три месяца перед ЕГЭ-интенсивчиком. Я даже про это не слышал. Ну, это вот лично нескольким человеком предложили, вот, и я запланировал на 12 занятий по разу в неделю, вот, и записалось раза в два больше человека, чем я ожидал, вот, и я даже сказал, а я буду два раза в неделю за ту же цену работать, вот, и вот это были, была первая заготовка моего курса, который я потом уже вел в течение пяти лет следующих сам, просто вебинары, сам лично набирал группы, там, две группы были по 30-40 человек каждый год примерно, вот, и уже на целый год, на, там, 36 занятий, 36, да, 36 занятий в каждой группе, вот, полноценный курс подготовки к ЕГЭ в форме вебинаров, вот, примерно так же, как мы сейчас с Игорем ведем на профиматике, вот, ну, то есть это, наверное, вот, как раз то, нечто большее, что, и, и, что произошло после того, как репетиторство. Я так понимаю, там еще был тренинговый центр. Ну, тренинговый центр, да, конечно, был, он же был и в твоем, ну, тебя он тоже коснулся, правда, чуть попозже. Да, когда я остыл, и мне стало неохота вести вебинары в тренинговом центре профи.ру, тогда, Миша освободилась, и ты, там, оказался. Ну, да, тренинговый центр, ну, как бы, я, там, примерно раз в месяц проводил какой-нибудь, какой-то... Когда это началось? Так вот, после этого сразу и началось, в 2017-м. Ну, то есть, вот, как будто было раньше. Ну, может быть, в 2016-м, может быть, в 2016-м и началось. Ну, то есть, когда вообще начал существовать тренинговый центр, я сразу там стал вести. Ну, просто, сначала я вел там очень редко, а потом начался какой-то период, когда я каждый, там, стабильно раз в месяц проводил какой-то интересный вебинар. Ну, здесь, наверное, надо пояснить, о чем идет речь. На профи.ру для репетиторов существовал тренинговый центр, собственно, крутые, матерые репетиторы, которым было о чем рассказать. Делились опытом с коллегами, ну, и вот, коллеги их смотрели. Ну, и, собственно, Влад был одним из первых, кто тренировал математики. Вот так сложилось, что, собственно, в этом тренинговом центре математику стабильно вели два человека. Это начал Влад, потом какое-то время вел я. Ну, по-моему, у меня там чуть-чуть поменьше вебинаров. Ну, то есть, получается, вот, вебинарный опыт, он у тебя достаточно долго. И, видимо, оставался последний, собственно, шаг, это прийти вот сюда, на YouTube. Очень хорошо, что ты меня позвал. Интересно стало жить. Случилось, случилось это как-то. Ну, в общем, как-то это случилось. На самом деле, я долго думал о том, в общем, что одному уже вывозить сложно, а на самом деле, ну, как-то вот так сложилось, что кроме Влада мне в голову-то никто никогда и не приходил. Ну, и, собственно, на самом деле это подводит нас к вопросу, как мы с Владом познакомились. Этот вопрос нам тоже задавали. И, ну, мне кажется, познакомились достаточно давно. Ну, да, собственно, ну, примерно год 2010-й, да, когда, наверное, стало активно развиваться преподавательское сообщество на профи.ру, и начали преподаватели, ну, не просто общаться, обмениваться опытом по задачам и по ученикам, а еще там встречаться, в кафешке ходить, в футбол играть. Вот мы с Игорем в течение, там, не знаю, долго же мы... Нет, я не уверен, что это долго было, по-моему, мы раза два-три играли. Да, нет, я больше ходил точно совершенно. Ну, вот я сходил несколько раз, я помню, что это были лыжники, вот, и я помню, что мы с тобой еще, ты меня... Я тебя подвозил. Я тебя подвозил, я не помню куда. Ну, в общем, да, куда-то ты меня вез, и... Где-то после трешки я тебя высаживал, ехал дальше к себе, а ты... Наверное, ну, в общем... А я ведь не только тебя подвозил. Да. Ну, слушай, здесь я не сомневаюсь. Вот. И никогда иллюзий на эту тему я, честно скажу, не питал, но в тот раз я запомнил. Вот. Ну, и на самом деле, дальше мы почти не общались. Я помню, я спрашивал у тебя про курс, который... Не, ну, мы переписывались с тобой по каким-то вопросам, вот, когда проверка работы, я тебе иногда писал, что как тут проверяется, как здесь проверяется, учитывая, что ты работал экспертом. Вот. Помнишь, мы еще на каком-то тренинговом марафоне, или как это называлось? Да, 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 да. Ну, в общем, такое общение, оно примерно... Редкое, да. Раз в полгода. Вот. А потом вот случилось так, что теперь мы общаемся почти каждый день. Вот. И, наверное, это хорошо. Ну, вот люди интересуются, Влад, а кроме общения со мной, какие у тебя еще есть хобби? Вот. Какие хобби? Да. Ну, что? Не, ну, сейчас... Сейчас почти все время занимает профиматика. Ну, прям. То есть я... Я этим летом перестал ходить в тренажерный зал. Из-за профиматики. Угу. Нет времени, Игорь. Да. Вот. Ну, на самом деле, не только из-за профиматики, еще ребенок родился. Я тоже из-за причины не хожу в тренажерный зал. Меня сейчас спрашивают, почему я не хожу в тренажерный зал. Какие причины? Вот. Ну, реально, то есть я в течение, там, 7 лет, 2-3 раза в неделю стабильно, как штык. Вот. Теперь... А теперь не могу. Вот. Ну, ребенок отнимает то время, которое остается от профиматики. Вот. Ну, могу когда-то, там, в час ночи сесть, посмотреть что-нибудь, какой-нибудь сериальчик, пожевать что-нибудь. Понимаешь, да? Пожевать. Не в зал сходить, а пожевать. Вот. А... Ну, у тебя идет масс-набор. Да. Масс-набор. Масс-набор летом, летом, когда мы прекратим этот курс кровь-пот 90+, я, конечно, пойду в спортзал снова. Вот. Ну, что еще? Могу в игры поиграть? В игры. Могу, но почти не могу. Понемножку. Вот. Ну, еще Чарли надо дрессировать. Чарли надо дрессировать. Чарли надо гулять, между прочим. Вот, наверное, это главное хобби. Гулять с Чарли. Да. Ну, Чарли тоже вписался в профиматику. Участвует в кружочках. То есть нельзя сказать, что когда я гуляю с Чарли, я не занимаюсь профиматикой. Да. Да. Это тоже часть получается. Тут спрашивают, какой Чарли породы. И почему ты выбрал именно такую породу? Корги. Корги Чарли. Почему такая порода? Потому что, ходя в качалку, я познакомился с… Корги-производителем? Нет. Ну, просто с другом, у которого… Ну, он стал другом, у которого другой корги. Вот. А когда друг уезжал куда-нибудь, он на недельку-две просил меня приютить своего корги. Вот. И я влюбился в эту породу. И, там, после двух лет периодических передержек, там, на одну-две недельки, вот, я решил, что нам с женой такая собака тоже нужна. Тем более, карантин очень хорошо подзарядил и ускорил этот процесс. И мы, как только этот карантин наступил, тут же поехали искать щеночка. Влад, давай вернемся к играм. Речь пришла про игры. Ты… во что ты играл? Что ты любишь? А то… Как у тебя? Стоял ли ты мид? Чего? Ну, вот видишь… Дота? Мид-то не стоял. Это Дота, да? Да. Ну, нет. Я не играл в Доту никогда. Трон не пушил. Нет. Ну, а тогда что ты делал? Ну, какие игры? Какие игры? Стратегии, РПГ, стратегии а-ля Варкрафт, Старкрафт, Герои Меча и Магии. РПГ. Какие РПГ? Готика. Готика, да. Готика. Ну, Ведьмак, само собой. Ну, в экшены тоже какие-то, а-ля God of War очень любил. Вот. Ну, вообще, как бы я считаю, что игры в разумном количестве очень всегда способствовали моему развитию и жизнелюбию. Вот. Ну, то есть я на них и отдыхал, и как бы они мне помогали, ну, да, вот переключиться и тоже классно время провести. То есть и особенно умные игры, где нужно там что-нибудь подумать и как-то рассчитать стратегию. В общем, кто говорит, что игры это зло и что с компьютер он от учебы отвлекает. Ну, вот на самом деле в моем случае это точно не так. То есть я всегда понимал, что если я буду слишком много играть, конечно, это там подкосит. Ну, то есть просто выбираешь себе возможный уровень такого отдыха и занимаешься им. То есть интересно, красиво, это своего рода вид искусства, так же, как фильм какой-нибудь. Поэтому, друзья, если вдруг ваша мама говорит вам, что вы неправильно проводите время, просто покажите ей это видео, покажите ей Владислав Аркадьевич. И я думаю, что ее мнение изменится. И может быть она сама купит вам PlayStation 5. Ну, Владислав Аркадьевичу нету PlayStation 5. Владислав Аркадьевичу нету PlayStation 5. Он на второй остановился и следующий он уже... У меня вообще никогда не было PlayStation, поэтому... А я прошел через Dendy, Sega, Nintendo, Dreamcast, PlayStation 1, PlayStation 2. Вот. Все. Все пережил. Эх, нет. У меня вот так. Спрашивает, сколько часов в сутки ты спишь? Ну, когда очень везет, то 6. Вот. Бывает, что меньше. Ну, как бы тут просто, что маленький ребенок. Вот. И есть какие-то ограничения. Он, кстати, блин, засыпает в два, в пол третьего. Вот. И это, конечно, тяжко. Хотя я и сам бы, наверное, раньше бы не ложился. Но тогда вставать еще приходится. Потому что просыпается он, просыпаюсь я. Ну, ладно. Тут я сплю за тебя, не переживай. Я как раз делаю средние 8 часов. Серьезно? У тебя 8 часов удается? Ну, нет. Я же говорю средние. Чтобы у нас там средние было. Ах, вот так вот даже. Ну, правда, иногда. Ладно. Не, ну, в воскресенье мне удается выспаться побольше. Я там аж могу до пол-одиннадцатого поспать даже. Как у тебя с книгами? Спрашивают, какая твоя любимая книга. Я, наверное, знаю, но... Ну, подожди, а что ты знаешь? Ну, Кушнир, конечно. А, ну, по математике я люблю? Геометрия на баррикадах. Нет. Тут спрашивают просто любимая книга. Любимая книга? Я знаю только про математические. Любимая книга. Наверное, сложно сказать, наверное, какая любимая книга. Ну, вообще, как бы, фантастика в любом случае. Научная фантастика. Вот. Кто? Ну, наверное, Роберт Шекли, Айзек Азимов. Ну, что-то такое. Вот. Какие-то конкретные произведения. На самом деле, я и Гюго с удовольствием читал. Там «Человек, который смеется», там «Собор Парижской Богоматери». Вот. Ну, то есть… Достоевский, кстати, как ни странно, мне нравился. Вот. Но это, правда, очень давно было. Я… Последние лет, ну, наверное, минимум десять, я не прочитал ни одной нематематической книги. Вот. Вообще. Ну, то есть, теперь, если я какую-то книгу читаю, то можно быть уверенным, что это книжка по математике. Ну, потому что… Потому что время. Если вы надеетесь получить PlayStation 5 после этого видео, вот этот момент маме лучше не показывать. Вот. А как у тебя, кстати, с концентрацией внимания, спрашивают? Ага. Если ее… А, концентрации, видимо, когда-то не хватало, то что ты делал? Что делать с отсутствием концентрации внимания, Влад? Если ты ей страдаешь? А я… Страдаешь ли ты ей? Я даже не знаю, как на это ответить. Ну, в плане того, что… В смысле, что ты отвлекаешься на всякие мелочи и не можешь стоять точно на одном процессе? У меня такого не было. Кажется, да. То есть, если я хочу заниматься чем-то, я знаю, что это для меня важно, я все отодвину. Вот. У нас в команде я отвечаю за отсутствие концентрации внимания, поэтому этот вопрос можно мне переадресовать. Любимое блюдо? Любимое блюдо? Любимое блюдо. Забавно. А, я Гарфилд. Гарфилд? Гарфилд. Ну, это Кот, а я не знаю… Кот, а какое у него любимое блюдо? Я не знаю. Лазанья. Лазанья? Да. Да. У меня даже шарики упали. Лазанья. Ты умеешь ее готовить? Да. Да. Но благодаря жене, конечно. Так бы не умел. А так я иногда, когда у нее нет времени, она мне дает свой рецепт и я готовлю. А музыка? Ты слушаешь музыку? Ну, конечно, я слушаю музыку. Наверное, имеется в виду какую музыку? Да. Безусловно. Какую музыку? Ну, рок, наверное, а-ля Ария Киш. Ну, далеко не все песни, а какие-то отдельные. Наверное, в меня въелась часть советской эстрады за счет родителей, разумеется. Я вырос в Советском Союзе, поэтому прилипла, безусловно. Не могу сказать, что… Наверное, сейчас она потихоньку отлипает. Ну, какие-то, может быть, отдельные песни меломанские засели. Ну, вообще, мне нравится красивый вокал. Ложкой, женской, без разницы. Да, без разницы. Без разницы, да. Если говорить не о песнях, а о какой-то, не знаю, классической музыке, то в первую очередь даю предпочтение струнным музыкальным инструментам. У нас, говоря про Лето и Владислав Аркадьевич, вот Владислав Аркадьевич, видите, он сказал, что он вернется в зал. И вот я давно-давно думаю над идеей, что можно устроить на YouTube прекрасный батл. Владислав Аркадьевич против Максима Олеговича Коваля. Они сначала решают просто ЕГЭшечку, потом у них батл по планику, а потом можно и в зал. Ну, смотри, вот меня этот вопрос несколько волнует. У нас совершенно точно разные весовые категории. Понимаешь? Ну, я думаю, там можно как-то пропорционально посчитать, чтобы честно было. Ну, может быть, может быть. Не знаю. Ну, вы же математики, я думаю, вы разберетесь, как сделать так, чтобы это было честно. К тому же можно, можно же это сделать не видео, где один пытается одолеть другого, а наоборот. Где двое. Один подымает другому один блин. Да, да, что-нибудь такое. Ведь, ну, математика connecting people. Это правда, да, это правда. Математика connecting. Раз уж мы про Максима Олеговича заговорили, ты смотришь кого-нибудь на YouTube из математиков? Как вообще? Смотрю ли я? Ну, в смысле, я специально не смотрю. Вот. Но бывает, что, ну, меня зацепит какой-то, какая-то картинка с какой-то интересной темой, и я зайду и могу посмотреть. Ну, что я могу сказать? Кого я смотрю, да? Да. Кто мне нравится? Или что? Ну, я думаю, что есть те, кого ты смотришь и кто тебе не нравится. Я, по крайней мере, знаю этих ребят. Вот. Да. Ну, больше кто не нравится, конечно, да. Я не буду говорить. Вот. Да. Ну, кто нравится? Ну, Максим Олегович. Красавчик, безусловно. Вот. Трушин. Трушин отличный. Вот. Вот. Не могу сказать, что я смотрю, потому что я его не вижу. Но самое лучшее, что есть в российском YouTube по математике, это, безусловно, Wild Messing. Вот. Я про качество роликов. Нет. Его ролики я смотрю всегда. Вот. Но, к сожалению, я его не вижу там. То есть я не его смотрю, а его ролики. Вот. Ну, в смысле, что это невероятно красивый математический контент. Вот. Ну, наверное, не знаю, кто еще. Ну, Федор Бахарев, о нем я узнал благодаря Сириусу. Канал Олимпиадной геометрии. Вот. Ну, да. То, что канал Олимпиадной геометрии, это мне Игорь сообщил. А я до этого просто в свое удовольствие решал курсы Сириуса. Вот. И, собственно, списывался с Федором по каким-то вопросам. Вот. И вот сейчас по Сириусу веду многих учеников. Ну, и есть еще линейка каналов, которые Влад смотрит, но которые Влад смотрит хейчем. У Влада есть любимые в этом отношении каналы. Мы, конечно, не будем их называть, но сказать, что они существуют, я думаю, надо. Потому что это просто… Ну, мы же не можем матерный контент сейчас выпустить. Ну, просто я не сдержусь. Ты же понимаешь. Да. Ну, и, наверное, вопрос, который невозможно не задать, потому что его задают, ну, вот, знаешь, там… Да. Вот его задают почти всегда, это как-то относится к ЕГЭ. Имею ли я отношение к ЕГЭ? Нет, нет. Ну, хорошо ли ЕГЭ, плохо ли… Окей, окей. Да, понятно, я же дурачусь. Ну, что, это намного лучше, чем то, что было 20 лет назад. Вот прям, прям абсолютно безусловно намного лучше. Но не идеально. Ну, очевидно, что не идеально, есть что улучшать. Вот, но качество этого и уровень этого экзамена, он выше гораздо раньше тех выпускных, которые были раньше, он выше гораздо уровней кучи-кучи-кучи вузов. Вот. Ну, понятно, что есть несколько доповых вузов, в которых экзамены всегда были хорошие и по уровню, и по качеству задач, и по разноплановости, и по идейности. Вот. Ну, там, а-ля МГУ, безусловно. Вот. Но то, что сейчас я вижу в ЕГЭ по математике, сейчас, наверное, оно немножко, немножко угасает в плане сложности. Вот. Но в плане качества заданий и то, что это дает довольно хорошее расслоение того, как ученики знают. Понятно, что есть какие-то отклонения, да, там, кто-то полетел против ветра, кому-то не повезло, у кого-то что-то случилось. Вот. Но в среднем это действительно хорошая, как бы, хороший показатель того, как человек знает предмет, и человек, который там условно сдает на 70, на, там, 85 и на 100, это люди в среднем, совершенно разного уровня владения математикой. ЕГЭ позволяет это выяснить и позволяет отобрать в разные вузы на разные специальности. Короче, улучшать есть что, но вот это вот поколение ЕГЭ – это лютый бред. Вот. Раньше было хуже. Ну, я, собственно, жил в те времена, когда ЕГЭ не было. Я сдавал экзамены, когда ЕГЭ не было, я видел, какие экзамены в каких вузах, я видел, как происходит в плане честности, нечестности прием. Ну, все понятно, да? Ну, наверное, вот это последняя одна из вещей, по которым я тоже очень позитивно отношусь к ЕГЭ. Кстати, тут про вузы было. Просят твой личный список топ технических вузов. Ну, не технических, наверное, специальности. Техническая направление. Ну, МФТИ номер один без вариантов. Тут, наверное, ну, как бы да, все. Нет конкурента в этом плане. Ну, вышка, безусловно, матфак у них очень хороший. Вот. Ну, МГУ, он подсел, конечно, сейчас по сравнению с тем, что было раньше. Он же когда-то был топ-1. Вот. Ну, сейчас нет. Факультет, но, тем не менее, Мехмат, ВМК, физфак, химфак. Там очень хороший факультет с очень хорошим уровнем математики. Вот. Кого еще добавить? Ну, Бауманка, наверное. Бауманка. Бауманка, безусловно. Ну, вот, наверное, вот такой топ можно назвать. Ну, и, собственно, у меня, на самом деле, да, у меня, ты знаешь, мои, собственно, вопросы кончились. Если кажется. Ученики. Все. Ученики, ученики. Ну, я более-менее, ну, какие-то я, если честно, вопросы скипнул, но немного. Ну, у нас остается задел на следующее видео. И вы просто можете написать вопросы Владу, на которые Влад еще не ответил. И, если их наберется много, а еще, если это видео соберет. Так, а про тебя вопросы, извини, мы будем? Аналогичное видео про тебя. Да про меня и так их уже, меня как бы... В тираж? Можно найти, да. Уже так много, что всем надоел. Понятно. Ну, в общем-то, поэтому про Влада. Ставьте лайки, пишите комментарии, и, может быть, будет вторая часть. Что еще можно узнать про Влада. Вот. Ну, в общем, мне кажется, что мы можем заканчивать. Это мне было, по крайней мере, интересно. Я надеюсь, что вам тоже. Влад, тебе было интересно? Конечно. Отлично. Поговорить о себе. Да, собственно, да. И со мной еще я вот, собственно, сюда и хочу, чтобы с тобой поговорить. Ладно. С вами был Влад Вуль. И Игорь Полов. Канал Парфематика. Подписывайтесь, ставьте лайки и смотрите наше видео. Пока. Мы пошли. Пока-пока. Чарльз там себя не погуляет. Да. Ты не понимал в смысле? Да, да, да. В смысле? Ну, я не знал, что такое масс-набор. Я думаю, куда их набирают массово? Куда массово набирают людей? Конечно. Давай вот это вот мы вырежем. Меня это нервирует, правда. Хорошо. Хорошо. Но мы, конечно, это вырезать не будем. Ох, то мы полагаем. Пока-пока. Пока-пока. Пока-па. Пока-пока. Я подумал. Сегодня. Продолжение следует...